Здравствуйте, друзья! Вот там между цветами маячит мой Витя. Он начал копать картошку. Ой, у нас сегодня столько много работы по плану. Ночью была минусовая температура. Или плюсовая, точно не знаю. Но у нас точный термометр показывал самую низкую температуру. Это 0,4 градуса, плюс 0,4 градуса. Георгины пока стоят. Но время-то еще всего полдевятого. И мы не знаем, может быть, Георгины даже и похватало морозом. Днем все увидим. Утро у меня началось с того, что я со своей светелки вытащила все мои мультифлоры. Каждый вечер я заношу теперь в светелку и утром выношу. Потому что я боюсь, что такая красота замерзнет. А еще может она находиться на улице. Целый месяц. То есть не месяц, но до конца сентября я смотрю. И даже начало октября. Больших заморозков я не вижу. И я думаю, немножечко я с ними потаскаюсь. С теплицы понемножку нужно убирать. Томаты, как бы они не заболели. Красные, конечно, все можно уже обобрать. Вот зеленые-то жалко. И их еще довольно много. Включена пушка. Сейчас работает. Выключим, конечно, ее немножко погодя. Мультифлоры, которые не цветут. Но набрали цвет. Вот там вся в цвету. То есть не в цветов, а в бутонах. Я занесла все в теплицу. Вот такие кустищи. У нас с Витей работа разделена. Он копает картошку. А я буду заниматься подготовкой растений к зиме. А растений здесь дофига и больше. И вот нужно их все будет прибрать. Витя поставил мне ванну сюда. Я сейчас приготовлю грунт. Купила брикеты. Пока брикеты. А потом уж будем готовить свою землю. Там ящички у меня, черенки в 100-граммовых стаканчиках. Только, наверное, 3 стаканчика в 200-граммовых. И все надо перевалить хотя бы в 200-граммовые стаканчики. А еще я хочу посушить петрушку и мяту перечную. Она такая вкусная. Это совершенно другая мята. Не мелиса. Зеленый чай с ней замечательный. Дольку лимончика и вот этой травки. Думали, что картошка будет намного-намного хуже. Но она все-таки подросла. Мы ее подкапывали или выкапывали немножко. Кушали в свежем виде. Она была совсем плохая. Ну, от слова совсем. Мы видим, что теперь нам картошки вполне хватит. Мы уже второй год копаем картошку. И георгины нас радуют в этот день. Пока еще не замерзли. Сейчас 9 утра. И на улице 5 градусов тепла. Мы вообще окалели. Работаем, как всегда, под музыку. Работаем весело, дружно. Приготовила грунт. И он у меня состоит один к одному. То есть покупная земля, покупной торф и использованная земля. Желательно, конечно, пересадить все мои растения в покупной грунт. Ну, я опять жадничаю. И таким образом приготовила грунт. В грунт я добавила Гром-2. 50 грамм пакетик. Я думаю, что на вот эту ванну здесь, наверное, ведер 5. И как раз будет этого препарата. У меня еще есть октара, но ее использовать не буду. Так как в грунте уже есть препарат Гром. Привикор. С привикором нужно бы потом полить растения. Это уже от заболеваний. А это от вредителей. Когда буду заносить домой растения, все обработаю фитовермом. Вот такую пипеточку взяла. Показать, что такая хорошая пипетка. Так ей хорошо пользоваться. На ней есть деление. 1-2 миллилитра и 3 даже. Вот до 3 миллилитров. И прямо прекрасно. На грунте сэкономила. Зато купила осмокот. 8-9 месяцев. Чтобы моим растениям хватило до самой весны питания. Будут стоять. Ничем не буду их подкармливать до самой весны. Стоит, значит, полкилограмма 840 рублей. Вот такое дорогое удобрение. Но оно того стоит. Из больших ведер, 10-литровых, 5-литровых, буду переваливать вот в такие 3-литровые и вот эти 2,5 литра горшочки. Чтобы как можно больше растений у меня вошло на стол в избушку. Там поставлю даже не один стол, а два стола. И я думаю, что размещу их. Начну с гвоздики. Вот смотрите, насколько этот горшочек здесь 3 литра. Или 3,5. По-моему, 3. Насколько больше горшок. Здесь, наверное, около 5 литров. Можно было ставить и так. Горшок компактный. Поставил в избушку и пусть стоит. Но дело в том, что мне нужно добавить осмокот, поменять землю. Земля ведь уже старая. Поэтому я все-таки его пересажу. Растение легко вывалилось из горшка. Теперь я его все вот так вот отрису. Это растение. Чтоб ком у меня стал маленький. Обрежу ее. И помещу в другой горшок. Примерно такой ком земли остался у этого растения. Обрезала все цветоносы. Если вы поместите растение в квартире, можете не обрезать, полюбоваться. У меня же будет стоять в избушке. Любоваться там им будет некому. Я хочу показать вам, что вот такие вот черенки можно взять и сейчас на укоренение. Они без цветоносов. С цветоносами, если вы возьмете, у вас никакое растение не приживется. Вот, например, обрежете цветочек и посадите. Он будет сидеть у вас, не погибать зеленый, но никаких корней не даст и не укоренится. Поэтому берем только молодые побеги. Весной их будет очень много. Сейчас можете даже не торопиться. Наложила грунт на дно горшка и насыпала осмокот. Осмокот примерно 1 грамм на 1 литр. Все сыплю на глаз. Примерно 3 грамма на такой горшочек. Вот посмотрим здесь формулу 11-11-18. Это формула для того, чтобы наши растения зимой не жировали, были компактные и получали питание в течение 8-9 месяцев. Сейчас помешаю вот так землю, поставлю свое растение и досыплю землей. Можно бы полить сейчас его с привикуром от заболевания, но я это делать не буду, потому что грунт у меня увлажнен очень. И я думаю, что пусть они постоят так. Потом я, конечно, полью с привикуром. А вы не переувлажняйте грунт и сразу его полеете с привикуром. Вот на примере этого растения я вам показала, что я буду делать с остальными растениями, кроме, конечно, мультифлоры. Мультифлору, конечно, я не буду переваливать, куда-то опускать в подполье. Я всю ее укоренила, она у меня имеется в черенках. И весной я ее еще раз почеренкую. У нас не очень-то хорошо берут цветы, и поэтому я заставлять ничего не буду. Мне хватит и чуть-чуть продать излишек, и все. Скажу еще один раз на примере пеларгонии. Пеларгония росла вот в таком пятилитровом горшочке. Она была очень-очень пышная, хорошая. Вот видите, всю ее обрезала. По самое не хочу. И обрезала старые корни. Не знаю, правильно или нет. Я сама делаю все, как считаю нужным. Как надо делать, не знаю. Так что не судите меня строго. Я вас не учу, просто показываю, что я делаю. И теперь я посажу ее в другой горшочек. А прежде чем посадить, я вам покажу, какие черенки я с нее взяла. Буду укоренять просто по заказу. Не покупают у нас пеларгонию. И покажу сейчас, какой черенок можно взять. Вот такой хороший зеленый черенок. Взять и такой. Я сейчас его весь обрежу. Цветочки. Удалю немножко черешок. И вам покажу, что останется. Вот такие стали черенки. Здесь вот опять показываю еще. Посмотрите, какая ветка. И вот растет такой череночек. Вот здесь его обрезаем. И посмотрите, какой получился черенок. Дальше что делаем? Одну жуку я все показываю, неудобно. А дальше мы обрезаем цветонос. Вот. И вот этот большой тоже цветонос обрежем. И вот такой вот маленький, хороший, пригодный черенок у нас получился. Я думаю, что они должны укорениться. Черенки должны полежать где-нибудь 2-3 часа. Пока срез подсохнет, то есть затянется. И считается, что туда не пройдут микробы. Все будет хорошо. Добавили осмокот. Помешали. Добавили еще земли, немножечко грунта. И ставим туда растения. Ну и все, опять засыпаем грунтом. Ну и конечно подписываем. У меня там написано вишневая, зональная. Вот в таком виде я оставляю ее на хранение. Почему не беру много черенков, не укореняю? Да потому что вот эту, видите, пеларгонию, она у меня осталась весной непроданная. Такая красивая, разобудная, уже цветет. И такая взрослая, в литровом горшке. Хорошая. Там Apple Blossom тоже очень красивая. Не могла продать. Вот так она осталась. Эта красавица Apple Blossom. Зачем мне занимать место и тащить все в квартиру, в избушку? Для чего? Прохожу мимо и не могу не снять еще картошку. Картошка-то оказывается есть. Вначале мы были в панике, что ее нету. А сейчас? Да нет, нормально. Просто в том месте, где мы подкапывали, ее совсем не было. Поэтому без картошки не останемся. Вот еще горшочек с зональной вишневой пеларгонии. И вот столько я настригла. Представляете, какая была пышная? Что-то не показала вам и сразу начала стричь. Примерно вот такая, один в один. Хочу показать еще вам черенки, где вы можете взять. Вот здесь обрезала и увидела. Такой хороший череночек. Вот, друзья. Представляете, вот идет. Берем вот этот вот цветонос, удаляем. И черенок у нас готовый на укоренение. Точно так же вот хороший череночек. Берем, удаляем цветонос. И, пожалуйста, для укоренения готовый отросток. Поэтому и были такие пышные, хорошие, что земля замечательная. Конечно, я ее выбрасывать, но не буду никак. Добавлю удобрения и буду использовать дальше. Работы много, но подвигается. Друзья, сейчас обед и стало видно и ясно, что же у нас замерзло, а что нет. Колиусы замерзли. Вот, как вы видите, все как тряпки внутри еще ничего живые. А здесь все, все замерзли. А было на градуснике, как я еще раз вам говорю. Плюс 0,4. Вот, пожалуйста, только георгины, мои молодцы. Остались цвести, расти еще. И я думаю, они меня еще порадуют. В прошлом году очень много пеларгоний черенковало. Она оказалась ненужной. В этом году вот пока набрала только один ящичек. И все, больше не буду. Это исключительно для новичков. Все мои срезы уже подсохли, затянулись. И мы сейчас их будем черенковать. Все стаканчики подписала, чтобы ничего не перепутать. Берем черенок. Обмакиваем сюда. В корневин, то есть. И вот, помещаем в стаканчик. Точно так же следующий. Обмакиваем в корневин. Помещаем в стаканчик. И так все наши растения. Точно так же укореню вишневую зональную. Для меня самый удачный сорт. Это вишневая и красная зональная. Не полкуются. Пышные. Вообще чудесный сорт пеларгонии. Ну как же может не нравится такая красавица. И я ее не буду укоренять. Оставлю только для себя. Буду укоренять все на заказ. Негде держать. Еще раз повторюсь. Не покупают такую красавицу. Я, друзья, не ведаю, что творю. Посмотрите уже сколько у меня горшочков. Это ведь еще не все. Куда же я буду это все ставить? Господи. Еще вот красота такая. Все же ведь нужно прибрать. Но не знаю. Не могу проститься я с такой красотой. Но не могу ее бросить. Господи. Ну что же буду опять делать? Ума не приложу. Летом такой красивой не была, как сейчас. Очень красивая. Видите, мой уже управился. А я нет. Пятый час. Вот ровно до пяти работаем и домой. Зря радовалась. Георгина. Вот сейчас пишу, подмерзли. Неплохо подмерзли. Вот такие мои маленькие. Все подмерзли. Это с этой стороны замерзли. Ну, не до конца, конечно, но подмерзли. А с другой стороны вроде бы и нет. С этой стороны вообще почти не замерзли. Вот здесь вот немножечко. Вот этот кустик. Возле гаража, по-видимому, потеплее им что ли. И вот эти георгины вегетативные все нормальные. Ни один не замерз. Красоточки какие. Так что замерзли георгины. Я думаю, что главное, с картошкой управились. Она ведь все-таки под открытым небом. А в теплице в любое время заходи и трудись. Черенки уже такие красавицы. Ой, вот это новинка у меня. И здесь я покупала в Абакане, летом укоренила. Вот, пожалуйста, он уже такой большой. Буду держать его как маточник, пока растет вегетативная тунбергия. Удастся ли мне ее размножить? Хотя бы для себя не знаю. Эта композиция вся замерзла. Вся абсолютно. И батат, и претрантус. Все замерзло. Жалко, конечно. Вот они, любимые кольусы. Все свернулись. Зато ромашки. Красота. И знаете, даже бархатцы прямостоячие. Они замерзли. Здесь тоже вроде бы ничего. Свидание, друзья. С вами была я, Наталья. И мой канал. Делимся опытом взаимно. Оставайтесь со мной на канале. Вот такие сегодня работы я проделала. Конечно, не все сделала. Но время у меня есть. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.